Ну а что, друзья, всем привет, с вами снова Клауд, и сегодня мы с вами поедем искать обломанную на глубине где-то палубу Британика, это что-то типа Титаника, только называется Британик, ну тоже очень большой корабль был гигантский, вот который, по-моему, не ошибаясь, тоже, по-моему, затонул, и, собственно, где-то вон там, давайте я вам покажу даже на карте, где конкретно, вот мы начинаем вот здесь, а он затонул, получается, вот здесь, где-то в этом районе, он затонул Британик, и мы попытаемся его сегодня найти, и будем его искать, вот он такой гигантской атомной подводной лодки, и, блин, я боюсь, что я сам мучаюсь запускать эту лодку, но попробуем, друзья, она, естественно, на атомном реакторе, это атомная подводная лодка, очень много кнопок, но я знаю, что вы любите, когда я мучаюсь, поэтому, почему, грубо говоря, нет, прыгай на лодку, видите, у него очень много БФ, различных, но устаёт не наступать, типа, то есть, если очень много ракет, которые вылетают, какой-то фигачит, возможно, тоже с этими ракетами постреляем, но сначала нам нужно куда-то вниз запуститься, и пытаться запустить гребаный реактор, так, это, походу, не вход явно, да, что-то не похоже на вход, так, а как же наверх подняться, я что, не допрыгнул, где у вас тут лесенка, ага, ребят, нашёл люк сбоку, ну-ка, давайте, пойдём, посмотрим, закрываемся, чтобы не утонуть лишний раз, где мы эти вентиляции какая-то стоит, хорошо, ну вниз можно, да, а, здесь можно даже управлять, смотрите, ну-ка, давайте попробуем, у-у-у, какая большая лодка, вытокнет, посмотрите, будет, по-моему, очень круто, так, рот-контрол брать не будем, потому что мы с вами не запустили лодку, надо запускаться ещё ниже, нам нужно попасть сначала в реактор, чтобы это всё дело запустить, наверное, пока закроемся, на всякий случай, очередной, видите, отдел, очень много всяких отделов, вот, ребята, гигантское управление, смотрите, здесь очень много кнопок, здесь можно управлять, собственно, перископом нашим, надо пока всё, скорее всего, не запуститься, потому что нужно идти назад, там у нас находится реактор, да, это же такое, это помпы для откачивания, ну, понятно, почему, помпы для откачивания, я пройду здесь, пройду, давайте посмотрим, что это такое, там ракеты, да, да, видите, GPS-миссайл-контроллер, то есть здесь ракета находится, которая будет вылетать ещё снизу, здесь какие-то доступы, смотрите, там, нельзя запрыгнуть, к сожалению, мешает эта штука, так, мне нужно пройти вот реакторный, вот, видите, реакторный, так, я вспомню сейчас код, сейчас я посмотрю, мальтабность, какой там код, и так, код должен быть 4, 6, 5, 8, 9, 2, нажимаем, работает, судя по всему, да, вот и работает, хорошо, вот у нас, ребята, реактор, давайте посмотрим, что у нас там, интересно, генераторная комната, там находится, большой генератор, ну, атомная подводная лодка, естественно, она движется не с помощью, если кто не знает, ну, возможно, есть такие люди, она движется не с помощью ядерной реакции, да, она движется с помощью электрического тока, то есть, у нас, собственно, генератор, атомный реактор, какой-то провалился, я влюх порываливаюсь здесь почему-то, в общем, короче, ребята, атомный генератор, блин, да вы задолбали, дайте пройти, в смысле, вырабатывает мощность, испаряет его, собственно, пар, который отращает турбины на генераторе, генератор вырабатывает электричество, и мы с вами ходим на электрической тяге, вот так это все тело работает, но преимущество атомных подводных лодок в том, что аним не нужен кислород для выработки, наверное, пар, ну, собственно говоря, реакции, да, вот этой вот, в отличие от дизельных подводных лодок, потому что которые нужно всплывать, чтобы заряжаться, там подобное, им нужно всплывать. Атомная подводная лодка может очень долго здесь находиться, но пока, конечно, не задохнется экипаж. Нас с вами нужно запускаться, давайте посмотрим, если у нас какой-то диал стоит, что у нас здесь за клавиши, есть различная подсветка, главный переключатель, вот, все, отрубаемся. Теперь, друзья, а что за люки, интересно? Азимат какие-то? А, это если реакция выйдет из-под контроля, мы тут заразимся от радиации, то есть, чтобы мы не заразились, вот есть костюмы, какое-то время не спасут. Так, друзья, для начала нам нужно с вами здесь что-то вырубить в автоматическую какую-то систему, давайте ее поищем, где она находится, это у нас опускание всех вот этих вот стержней для реакции, нам нужна система автоматики. Должна быть какая-то автоматическая система, которая, собственно говоря, и запустит главную реакцию. Давайте попробуем пустить в стержни. Вот, автоматик, рот-контрол, все включил. Стержни опустились, залучились, слышали, да, залучились. Должна вырубаться реакция, слышите, пошла. Узит реактор, это очень хорошо. Так, давайте теперь вырубать, значит, системы бомб обязательно. Под тимы. Так, реактор фил, ну-то подобное, наверное, не нужно. Я не уверен, если мы не взорвемся, уже хорошо. Давайте клапан включим. Еще клапан. Нам нужно, знаете что, нам нужно искать, температура ведь растет, нам нужно с вами искать... По-моему, заработало что-то. Вот бойлер температура растет, нам нужно, чтобы он настиг до 100 градусов, чтобы выработалось давление бойлера. Как только выработается давление бойлера, значит, я все правильно включил. Я не уверен, что я правильно все включил. Вы же меня знаете, как говорится. Возьмите, как растет. Ну, давайте, логичнее. Турбина, аутпут, вал. Наверное, надо врубить тоже. Нужно вырубать цепление? Наверное, нужно, мне кажется, цепление вырубать. Которое по-прежнему растет, но пока еще нету 100 градусов, к сожалению. А также, собственно, ждем, когда достигнет 100 градусов, начнет вырабатываться пара. Я вот этого жду. Потому что без пары мы, естественно, не заработаем наши генераторы. У нас не будет электричества, чтобы двигаться. Сами понимаете. Бойлер, наверное, точно нужно включить, мне кажется. Это у нас какой-то аутпут на помпу идет. То есть, выход какой-то помпы. Но я не уверен, что это правильно нам нужно. На всякий случай, я врублю вот эти все помпы, тоже боковые. Потому что, мне кажется, нужны они нам. Давайте смотреть. Уже почти 100%. Точнее, 100 градусов. Пошло, ребят, давление. Все. Температура начнет расти уже выше 100 градусов. Пошло потихонечку давление. Значит, все хорошо. А ведь вырубился генератор. Смотрите, вот они. Вырабатывание в час идет, да? И у нас аутпут в секунду. О, я прям слышу, как все равно. Не кажется, я все врубил, что нужно? Давай сейчас посмотрим. Главное, чтобы все не рвануло, потому что это будет не очень. Но это сложная субмарина, здесь надо много всего кликать. Я знаю, что вы любите сложные субмарины, чтобы клад помочился. Я тоже, на самом деле, люблю радиацион детектор. Я тоже люблю интересные такие штуки. Да, давление растет уже более одного. Все вырабатывается. Нам здесь ничего не нужно. Перетачу врубил, коробку я включил. По-моему, я все включил, что нужно. Пойдемте теперь назад. В главную нашу кабину. Тут слишком гудит очень сильный генератор. Точнее, не генератор гудит, а гудит радиация. Вот это наша. Ух, все, ребят, мы пришли на мостик. Теперь надо запускать. Давайте посмотрим. Командер. Это у нас, значит, дайвинг контроль, баллистик, миссайл контроль. Это погружение и баллистика. Это у нас газ и повороты, получается. Ух, давайте автоматическую нейтральную баунси. Баланс на сночке нейтральный, что ли? Так, ясно же искать теперь главный рубильник. Сами понимаете, без главного рубильника мы никуда не поедем. Так, электрик мотор буст. Вырубаем. О, сейчас случилось, давайте посмотрим. Ай, куда, куда, куда? Куда ты попер? Подождите, давайте вырубим, чтобы я не убился. Ладно, я убился, ребят. Мы все повредили. А что у нее спит? Такие торпеды, подождите, что... Что это выскочило? Я столько врубал эту подводную лодку, и она... Леско взяла и поехала. С какого перепуга она поехала? Подождите, я не могу понять. На какой-то клавиши газ убирается. Она же не поворачивает. Она же не поворачивает. Она и тогда не поворачивала. Понимаете, у меня сейчас проблемы. Но, ребята, вот она работает. Мы только нос повредили. Торпеды мне спереди, на принципе, нафиг не нужны. Они почему-то вывались. Это какой-то баг, смотри. Торпеды, они как-то должны... Да, это люк. А, я сломал люки, они вываливаются, смотрите. Даже не знаю, на что это похоже, ребят. Напишите в комментариях, на что это похоже. Она выглядит очень стрёмно. Хорошо, вот эту кнопку главное не вырубать. Мы поняли. Электрические моторы. Потому что нам сначала нужно тягу, видимо, повысить. Потому что эта кнопка означает именно бустер. Поэтому мы с вами неплохо поплыли. Потерял я торпеды спереди. Ладно, давайте немножко газа добавим. Вроде плотка работает, так что не страшно. Третья скорость. Проблема в том, что лодка, к сожалению, не поворачивает почему-то. Как видите, плавники, я не знаю, видите или не видите, но плавники почему-то заклинили в правый стор. Давайте посмотрим. Если я врублю газ... Ребята, мы тонем. Подождите, должна быть какая-то помпа. Наверняка должна быть помпа, подождите. У нас, ребята, проблема другая. Нас топит. А, вот почему топит. Мы повредили спереди. И отвернтеатр. Где здесь помпа, ребята? Кто знает? Подскажите. Я не хочу умирать под водной лодке. Это очень страшная смерть. Power Management. А, на болса садится, видимо. Так. Чувак, у тебя помпа где-то? Есть вообще торпедная система? Я просто вижу, что здесь есть, да? Вот эти вот штуки, смотрите. Которые могут откачивать. Вот они, они стоят. Это значит, что должна быть какая-то система откачки. Мы уже почти погрузились. Ну, потому что я здесь задыхаюсь. Вот только по этой причине мы с вами здесь погрузились. Похоже, ребята, короче, все. Нам хана. Ну что, друзья, решил ее переспауниться. Потому что видели, что нам хана. Так, вроде все, что хотели, запустили, друзья. Пускай все дело нагревается. Мы пока пойдем туда. Блин, ну... Ахаха. Я же холмом залетел. А теперь выйти не могу. Ха-ха-ха. Ладно, пофиг. Перелетаем, ребята, с вами в кабину. Пока сейчас реактор запускается. Еще раз. Мы с вами найдем все-таки, наверное, клавиш. Давайте еще посмотрим. Здесь у нас, значит, управление, получается, powerpointом. То есть, правильнее реактора. Управление, я так понимаю, еще такой con override request. То есть, здесь также управление идет, по-моему, прочего, этим нашим генератором и тому подобное. Здесь у нас получается powerpoint. Здесь мы примем полностью питание. Все у нас максимально включено. Ворбим наш перископ сразу. Я, пожалуйста, не врубал его. Можно идти поворачивать. Все хорошо. Можно, видите, поднять. Круто. Так, давайте теперь нормально, по-хорошему, все сделаем. Как правильно. Врубаем сначала мониторы. Нет сигнала. Так, Dalva Signal Solution. Не знаю, что такое. Backlight подсветка пускай будет. Keep heading это идти вперед. Нам не нужно. Это у нас блокировка поворотов. Это у нас газ. Это у нас какая-то какие-то трейстеры дополнительные. Не знаю, что не значит конкретно. Это отмечки нейтральный балласт. Нам нафиг не нужен. Это, собственно говоря, заполнить балласт. Чтобы нельзя потонуть. Здесь еще раз говорю. Здесь у нас получается дайминг-контрол. То есть погружение, баллический контроль. То есть заполение ракетами. Здесь у нас получается управление. Но управление почему-то у меня не заработало. Здесь у нас с вами открывается ланч-тюбы. То есть, так понимаю, спереди у нас получается открывается ракета. Давайте посмотрим. Открывается люки впереди. Ой, я, по-моему, спустил ракету куда-то. Точнее, торпеду. Она полетела. Давайте еще одну запустим. Он, видите, полетел. Воу-воу-воу-воу. Это было очень близко. Поворотами я вроде как управляю. Давайте потихонечку как-то вперед нажмем. Но у нас пока сейчас нет у нас... А, нет. Уже, в принципе, набрал. Вот опять я никуда не поворачиваю. Стиринг написано. А, Д. Я нажимаю, А, Д. Почему я не поворачиваю? Или поворачиваю? Мне нужно по-хорошему туда развернуться. Не, все-таки, ребят, поворачиваю. Наконец-таки нормально все. Нам нужно развернуться. Так, давайте мы нажмем влево и залочим стиринг. Проверим, залочится стиринг. Получится потихонечку будем поворачиваться. Небольшой газ добавляем. А-а-а. Вы это видели? А что, 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 что? А, то есть я могу боком по-моему сдвигаться? А-а-а. И было, кстати, по-моему, недавно с нами такое чувство. То есть эта штука позволяет мне сдвигаться просто боком, оказывается. Ни хрена себе технологии тут у нас. Офигеть. Капец, у нее разворот. Вы видите, до сих пор не могу нормально развернуться. Также можно вырубить, опять, сонар. Вот такой здесь сонар интересно сделан. Свечи-то камера. Видимо, подводная камера, да. Ага, ребят, нашел клавиш. Оказывается, чтобы быстро развернуться. Есть клавиш, называется вот. Муверин Трастерс. То есть какие-то дополнительные трастеры мне помогают разворачиваться. Видимо, где-то стоит система, которая меня нормально разворачивает. Наконец-таки нашли. Потому что это, блин, геморрой это было. Все, ребята, берем курс ровненько туда. 86 километров. Отличненько, друзья. Врубаем буст. Максимальный разгон. Давайте посмотрим, сколько узлов мы можем ехать сверху. Сейчас показываются узлы. Наша скорость 17 узлов. Восемь-то время растет. То есть мы постоянно ускоряемся. Это очень хорошо. Мы благодаря вот этой штуке. Скоро, друзья, будем погружаться. Пока можно посмотреть. Блин, дайте пройти. Во-первых, я хочу полечиться. Дайте мне хотя бы одну аптечку. Кто этот не полечился, так понимаешь ли. Мы уже с вами неплохо разогнались. 22 узла. Сколько нам километр пилить? Уже 7,5 километров. Пока мы едем прямо, нам, в принципе, ничего не мешает. Давайте пока изучим технологию погружения. Потому что тоже непонятно. Давайте врубим сонар. О, у нас пока какие-то подводные штуки. Класс. Здесь у нас дистанция до земли. Мы, видите, потихонечку заезжаем на глубину, судя по всему. Это очень хорошо. Этот terrain warning system врубили. Если мы где-то будем с вами цеплять дно, нам сразу же об этом скажут. Вообще, я посмотрел, здесь есть флюидметр. Да? В теории, если мы будем доносить, он должен сам все засасывать. Но, видимо, не хватало мощности. Либо он был поврежден. Поэтому этим были проблемы. Потихонечку берем курс левее. Чтобы точно дойти. Нам осталось 4 километра пилить. Мы же с вами почти подплыли. Сколько нам осталось? 2 километра. Немножечко берем левее. И будем уже скоро занырить, друзья. Потому что там где-то находится палуба Титаника. Точнее, Британика. Очень хочу доплыть именно на полной лодке. Конечно, может там было телепортнуться. Но, блин, мы их очень посмотреть. Хотя бы где он находится. Примерно. Может, все-таки, наверное, может быть, невозможно телепортнуть. Узная, где, например, находится. Тогда мы с вами уже туда подплыем. Вырубаем, наверное, буст. Вот, что-то какие-то подлаги, где-то подгружаются. Вырубили буст. На нас это четвертая передача. Идем только на шести узлах. В этом месте уже фпс падает. То есть физика здесь подлагивает. Значит, мы идем правильно. Где-то впереди находится, собственно, то, что мы сами ищем. Давайте посмотрим. У нас остался один километр. Давайте все-таки попробуем занырять. Это заполнить балласт? Это продуть балласт? Заполнить балласт. Давайте. Глубина сокращается. Но мы, к сожалению, пока до сих пор так и не погрузились, друзья. И вот видите, он заполняется балласт? Судя по всему, я нажимаю. Мы потихонечку должны уже потихонечку погружаться. Сейчас посмотрим. Мы уже почти подъехали к этой палочке, потому что у меня уже здесь дикие лаги начинаются. Я так понимаю, вот эта вот линия у нас будет линия погружения, судя по всему, да? Но мы уже идем отрицательно в глубину потихонечку. Потихонечку погружаемся. Но нужно, видимо, достигнуть именно вот этой вот штуки, судя по всему. Потихонечку погружаемся. Сзади осьминог! Что? Что это? Это осьминог? Что-то вы это видите. Ребята, ну мне нужно выйти из лодки. Я хочу посмотреть, что это такое. Ёперный театр. Это гигантский кальмар. Ребята, вы только это посмотрите. Гигантский кальмар. Он еще сожрет. Офигеть, ребята. Вы только не посмотрите. Слушайте, только надо телепортиться дальше, потому что... Так, хом. От греха подальше полетели. А, вот, ребята, мы наши с вами палуба. Дитаника, британик, похоже. Давайте посмотрим. Вот то место, то есть так и называемое вот это то, что я искал. Да, то есть это по дефолту. Есть, там можно припать посмотреть. А наша палуба, вот она, ребята. Офигеть. Он реально гигантский. Офигеть, а вон там, сзади, кальмар гигантский. Надеюсь, нас не завалит, конечно, кальмар. Потому что это просто офигенно. Слушайте. Мне понятно. Так, нам нужно внутри лодки сначала попасть. О, мы нас добьем немножко подтапливает такое чувство. Я не уверен, но такое чувство есть. Поехали вперед, нам нужно немножко вперед подвинуться. Здесь немножко подтапливаемся побольше. Какая-то глубина получилась, посмотрите. Вертикальная скорость у нас снижается. О, увеличивается, точнее. Нужен на 1,4 замернули. Нам нужно больше. Нам нужно, я так понимаю, вот идти на этот нейтральный плавучийся выйти. И тогда можно будет потихонечку легче, ну, понижаться. Вроде бы как погружаемся. Но это не точно. Давайте посмотрим. Да, мы прямо под британиком находимся. Слушайте, давайте тогда тормозить скорость пока. Вот, видите, там находится палуба британика. Мы потихонечку опускаемся. Слушайте, неужели я нормально научился с этой штукой плавать? Не самая легкая, в управлении подводная лодка. Но, тем не менее, можно. Офигеть, ребята. Мы почти подплыли к этой штуке. Я думал, будет какая-то часть палубы. А это, по-моему, гигант. Сам весь целиком британик. Такое чувство, смотрите. И тут, ребята, случайно зазвонил в скайп, как говорится. Офигеть. Так, давайте. Гасить у нас, получается, скорость. На нейтралку ставим. Офигеть. Смотрите, палуба какая крутая. Вот это круто. Давайте попробуем через камеру посмотреть. Так будет проще всего. Конечно, у него есть ограничения этой камеры. Но вот. Да, у многопалубных был. Насколько я помню, у него тоже 4 трубы, как и у Битаника. Да, видите, 4 трубы. 4 котельных у них стоит, получается. Офигеть. Тоже гигантский корабль был в свое время. Причем, ребята, внутри, походу, он там тоже чем-то есть. Так, видите, внутри куча всего. Господи, тут очень много всего интересного внутри. Тоже есть какой-то каркас, получается. Возможно, какие-то поршни, такое, и тому подобное. Но и мне, и вам тут сильно ничего не видно. Поэтому тут, увы, только так. Естественно, можно вынырнуть подводной лодки. Только надо тебе годмод поставить, и тогда будет все нормально. Я поставлю, ребята, годмод, и попробуем вынырнуть из этой штуки. Так, возможно, будет немножко лучше видно. Офигенно. Что-то же я не заморочился, да, вот этим всем. А можно внутрь заплатить трубы, интересно. Или тут будет просто... Это у нас получается... Да, эта стенка получается. Офигенно, ребята, только посмотрите. Наша подводная лодка, наверное, в длину... Ну, весь корабль в длину как три наших атомных подводной лодки. Может быть, даже как четыре или три с половиной. В этом месте у него подломался, получается, нос, и он затонул. Называется корабль «Британик», еще раз напоминаю. Ну, фу, смотрите, можно же погулять по палубам, что ли. Давайте посмотрим, занырнем внутрь. Интересно же посмотреть, да? Офигеть. Нам бы флееров с одной спаунить. Давайте посмотрим. Здесь открываются эти штуки. Открываются. А, вот это дно. Надо, видимо, в другую сторону плыть, подождите. Так, палокие вещи нам куда-то примерно вот сюда. Здесь, походу, опять тупик, друзья. Да. Ну, он прорисован, но не так супер хорошо, конечно. Ну, тоже бы интересно поплыть на подобной лодке. Плять, костюм дайвера и поплавать. Это, по-моему, очень круто, на самом деле, было бы здесь. А тем временем, друзья, мы с вами, походу, на лодке немножко переборщили. Я, походу, килю всех на «Британик». Офигеть. Ну, я, друзья, немножко пролетел сквозь «Титаник». Там есть какие-то, конечно, перегородки, но он так внутри не суперкрутым интерьером и тому подобное. Так что, можете не переживать по этому поводу. Ну что, друзья, снова вернулись к нам на корабль. Нам, по-моему, нужно всплывать. Давайте посмотрим, работает эта система нейтральной плавучести. Будет ли она? Да, уменьшает, смотрите. Вот эта штука, по-моему, нейтральной плавучести. На данный момент мы с вами находимся на глубине минус 62 метра. То есть, на глубине 62 метра, грубо говоря. И мы уже почти продули балласт до нейтрального значения. И когда полосочек красный перейдет уже в сторону низа, белой полосочки, мы сможем с вами всплыть в теории. Но это не точно. А мне, конечно, очень понравился кальмар гигантский. Очень такой прикольный. Видите, мы под водой находимся. Можно немножко повысить перископ, но это не поможет нам. Кстати, друзья, как и на любой подводной лодке, есть... Смотрите, здесь... Давайте я выключим. Здесь есть красное освещение. Оно чуть не работает, правда. А вот так вот это дело. И также есть белое освещение. Насколько я знаю, там еще, по-моему, красное, по-моему, бывает во время Второй мировой. Там, по-моему, я когда играл в симуляторы подводной лодок, там еще бывает какое-то синее освещение, и еще какое-то освещение, по-моему, три вида этих освещений. Подуваем дальше балласты. Уже идут с более охотной скоростью. Продувка балластов. И мы должны поднимать... А, мы уже поднимаемся, друзья. Мы уже поднимаемся. И красиво сейчас выйдем, знаете, так эффектно. Вырубил, короче, мощность, потому что... Вырубил буст мотора, потому что мы очень медленно поднимались. Сейчас будет гораздо лучше, то есть дело происходить на малом ходу. Потому что, ребята, красивый момент. Вот, подвода лодка всплывает. Давайте пасминь, как-то происходит. Вот, как в фильмах, ребят, смотрите. Офигенно. Все. Это, наверное, максимум. Там нужно очень сильно подать балласты. Ну а что, друзья, вот такое приключение у нас сегодня было в сегодняшнем видео. Надеюсь, вам было интересно. А, друзья, я же забыл. Мы должны с вами еще были пострелять с ракет, да. Поэтому давайте запустим ракеты. Вырубаем мастер арм. Резит и фаер. Заряженная. Ну что, давайте фаер дабл и фара сингл. Давайте. У нас, по-моему, люки не открылись. Я же открыл люки. Что происходит, друзья? Люки, откройтесь. У нас, по-моему, сломались люки, друзья. А, не открывать, видимо, один раз. Подождите, мастер арм, может быть так? Люки заклинили. Друзья, я ничего не могу сделать. Поэтому давайте максимально трешить. О, полетело вроде. Давайте посмотрим, что-то вроде вылетело. Так, секундочку. Вон наша ракета. Потом неожиданно она открылась, видимо, они вытолкнули эти люки. И стало уже все нормально. Офигеть, ну так вот посмотрите. Вон там наша ракета. Давайте немножко ближе подлетим, посмотрим, сколько это получится. Это максималка. Вот наш ракет, друзья. Это, по-моему, было круто. Надеюсь, он был так же интересный, как и мне. С вами был Клауд. Всем всего хорошего. Ссылочки будут всегда в описании. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok